Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Сегодня нас ждет вторая часть лекции о внешней политике Советского Союза в хрущевский период с 1953 по 1964 год. На предыдущей лекции мы с вами рассмотрели то, как выстраивались внешние политические взаимоотношения Советского Союза со странами социализма и со странами третьего мира. Сегодня поговорим о внешней политике применительно к капиталистическому миру. Надо сказать, что смерть Сталина 5 марта 1953 года очень серьезно поменяла советскую внешнюю политику и мы об этом уже говорили. Если сразу после Второй мировой войны между Советским Союзом и США началась война холодная, которая к концу Сталинского правления находилась на своем пике, то буквально сразу же после того, как Сталин умирает, начинается в рамках вот этой самой холодной войны серьезное потепление. Новое советское руководство взяло новый внешнеполитический курс. Во многом это объясняется не только тем, что руководство сменилось в Советском Союзе. В том же самом 1953 году на пост президента США приходит бравый генерал, герой высадки в Нормандии в 1944 году Дуайт Эйзенхауэр, который, несмотря на то, что был генералом, оказался, в общем-то, достаточно миролюбивым человеком и долгое время сдерживал своих собственных американских ястребов, соглашаясь предпринимать те или иные шаги, которые направлены были бы на смягчение отношений с Советским Союзом. Именно поэтому летом 1953 года удалось сесть за стол переговоров по поводу затянувшегося конфликта в Корее. Корейская война, которая в 1951 году застряла в районе 37 параллели и не имела ни конца, ни начала, в конце концов была разрешена. Было подписано перемирие, которое разделило Корею на южную и северную, и вот это разделение существует до сих пор, но это был серьезный шаг для улучшения международной обстановки. Продолжился этот процесс улучшения международной обстановки в 1954 году, когда в Швейцарии, в городе Женева, открылась конференция, посвященная проблемам как раз корейским и проблемам Индокитая. В этот момент в Индокитае идет очень серьезный процесс деколонизации. Местные народы, вьетнамцы, лаосцы, камбоджийцы, кхмеры и прочие борются с французскими колонизаторами за свою независимость и в этой войне одерживают очевидные победы. Для того, чтобы прократить войну в Индокитае, и собирается вот эта самая Женевская конференция, были достигнуты важные Женевские соглашения, по которым на территории французского Индокитая должны были быть проведены свободные выборы, должны быть проведены демократические процедуры, предполагалось создание единого демократического государства Вьетнам. Однако Женевские соглашения не очень устраивали Соединенные Штаты Америки. В США опасались, что если действительно провести во Вьетнаме свободные выборы, то на них победят коммунисты, которые пользовались очень большой популярностью, потому что сыграли главную роль в освобождении Вьетнама от французских колонизаторов. Поэтому Женевские соглашения США не ратифицировали, а в 1955 году с их подачи была создана на территории Южного Вьетнама абсолютно марионеточное государство Республика Вьетнам, и президент этой республики отказался от проведения свободных выборов. Продолжение следует...